Микробиота кишечника представляет вместе с клетками слизистой единый структурный комплекс, единый структурный функциональный комплекс. То есть нельзя рассматривать кишечную микрофлору, кстати, как и микрофлору других систем, например, женской репродуктивной сферы, как нечто помещенное вот в эту среду. На самом деле кишечная микрофлора и стенка кишечника это единый механизм, где идет обмен между клетками метаболитами, белками различными, в том числе и рецепторами и даже генетической информацией. И это все составляет единую интегрированную надклеточную систему, которая обладает не только местным, но и общеорганизмным действием. Вот почему настолько важен этот продукт, это очень хорошо, что он наконец поступил, да еще в таком высочайшем качестве. Что же дает нормальная микрофлора? Вот мы с вами принимаем продукт этот достаточно длительное время, без всякого сомнения, на это уходят месяцы. Сразу скажу, потому что колонизация кишечника это медленный процесс, быстро он и не может происходить. Это все живые системы, да еще конкуренция. Так вот, но дело стоит того. Итак, мы смотрим, нормальная микрофлора или микробиота оказывают влияние на следующие функции. Первое. Важный фактор иммунитета. Мы с вами уже сказали, что кишечник представляет собой часть иммунной системы организма. Следующее. Регуляция водно-солевого обмена, газового состава полостей и так далее. Участвует микрофлора в обмене белков, жиров, углеводов. Мы только что говорили, что 40% веществ в крови это микробное происхождение. Вот откуда. В обеспечении организма энергии, только что тоже говорили. В рециркуляции желчных кислот. Рециркуляция это поступление желчи, желчных кислот из печени через желчный пузырь в 12-перстную кишку. Дальше всасывание в кровь и возвращение из крови снова в систему печени желчный пузырь. Вот это и есть рециркуляция. Это имеет важное значение не только в переваривании жиров, как обычно говорится, это всем известно. Но это имеет огромнейшее значение в очистительных процедурах очистки желудочно-кишечного тракта и, как это на первый взгляд не кажется странным, профилактике атеросклероза. Поскольку холестерин, который синтезируется в печени, в нормальной ситуации должен выводиться, превращаться в желчные кислоты, есть этот механизм, и в значительной степени выводиться из организма. И вот рециркуляция обеспечивает этот важный процесс. Вот почему микробиота и этот продукт, безусловно, может быть использован активнейше при профилактике и лечении всех сердечно-сосудистых заболеваний, на что я уже ссылался, вот говоря о диссертационной работе. В антимутагенной защите организма, в том числе препятствию мутации тех микробных систем, которые присутствуют в кишечнике, антиоксидантная, антиоксидантная, прооксидантная активность. И уже говорилось о регуляции поведенческих реакций, только что речь шла об этом. Более того, это источник огромного количества нужных организму веществ. В том числе и метаболических, и информационных.